МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Практически одновременно с врачами к борьбе с пандемией коронавируса приступили волонтеры. Фасовка и доставка продуктовых наборов, покупка лекарств, работа на пунктах вакцинации и в поликлинике. Список обязанностей у добровольцев всегда был немаленький. Чем сейчас занимаются волонтеры, об этом и не только. Мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В эфире ТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгений Августина. В нашей студии Александр Якушевич, куратор волонтеров администрации Одинцовского округа. И волонтеры Алена Наганова и Владислав Родионов. Здравствуйте! Добрый день! Александр, вот скажите, может быть, опровергните или подтвердите? Не обманула я действительно с начала пандемии работает волонтерский штаб? Волонтерский штаб, да, начал действовать в момент, когда началась пандемия. Как создавался, расскажите. На самом деле очень просто. Это группа людей решила помогать тем, кто находится в сложной ситуации, кто не может выходить из дома, кто занимается воспитанием детей, пожилым людям, ветеранам, пенсионерам, одиноким мамочкам. Алена Владислава, расскажите, как вы присоединились к числу волонтеров? Алена, давайте с вас начнем. Я присоединилась в момент первой волны, в апреле. Мы собирали в администрации города Одинцово маски, потом раздавали их на главной площади, на центральной станции Одинцово, на остановках, всем нуждающимся. Владислав, а вы как примкнули к числу добровольцев? Я добровольческой деятельностью занимаюсь уже более 10 лет, поэтому, в принципе, не примыкал я и был им длительное время. С ребятами просто знакомы, опять же, тоже дружеские какие-то связи предложили помочь им. Ну вот с того времени мы, собственно, и занимаемся данной работой вместе. Но ведь кроме волонтерской деятельности у вас есть еще и своя работа, учеба, какие-то личные дела, в конце концов, никто не отменял. Вот как все успеваете? Или все-таки получается, что лично вы жертвуете ради, скажем так, общественного? На самом деле, чаще всего приходится жертвовать. Потому что, ну, все-таки волонтерство, оно дает определенный энергетический заряд. То есть, этим приятно заниматься. То есть, это никаким образом не мешает жизни, но частенько, да, приходится пожертвовать своим личным временем, какими-то рабочими моментами. Ребят, ну вы прям вот совсем молодые. Неужели не хочется погулять, потусить? Сейчас самое время, возраст такой. Ну, раньше я занималась волонтерством в свободное от школы время, в свободное от разных гуляний и время, проведенное с друзьями. А теперь я, наоборот, освобождаю время от волонтерства, чтобы провести его с друзьями. Владислав, а как у вас с этим дела обстоят? Да, ровно так же, собственно, хотел дополнить, что это ни в коем случае не мешает. Это, наоборот, как бы изначально, наверное, волонтерство является хобби, а потом уже ты понимаешь, что ты просто без этого жить не можешь. И волонтерство становится, то есть, как говорится, общественник не может прекратить им стать. Это как бы уже становится образом жизни. Ты хочешь помогать людям, и без этого, ну вот как без воздуха, грубо говоря, поэтому это уже часть меня, часть жизни, так же, как и у ребят. Поэтому приходится единственное, да, как бы иногда жертвовать личным временем, но это нисколько не напрягает. Близкие с пониманием относятся к вашей деятельности? Конечно. Вот это, наверное, очень важно, когда есть поддержка близких людей. Да. А вот сейчас какая у нас пятая волна коронавируса, если я не ошибаюсь? Когда было работать легче, сложнее? Вот изменилась волонтерская деятельность с течением этого влосчастного заболевания? Скорректировалась, наверное, да, просто. Попорядочилась? Да, то есть, опять же, изначально. До пандемии мы занимались больше общественной какой-то, ну, работой, имеется в виду, там, до организации мероприятий, каких-то спортивных, крупных, да, а сейчас просто мы занимаемся немножко другой деятельностью. В остальном сильно, наверное, ничего не изменилось, да? Я думаю, что даже тут никто и не считает количества волнов, потому что у нас нет промежутков. То есть, когда ты занимаешься общественной работой, то есть, ты всегда, всегда в работе находишься. То есть, независимо от того, что это, там, связано с ковидом, либо какая-то иная помощь. Кстати говоря, заболеть никогда не было страшно? Ведь вы всегда, ну, скажем так, на передовой, это все равно много контактов, да, волонтеры, он контактирует. Они контактируют друг с другом, контактируют с заявителями и так далее. То есть, круг лиц достаточно широкий. Не страшно было самим заболеть? Как защищались? Защищались, да, как все. Маски, перчатки, антисептики. И, в общем-то, бог уберег? Да, помогло. Потому что ограничить контакт нереально в нашей работе. К счастью. Или к сожалению? Нет, это только к счастью. Александра, расскажите, пожалуйста, кто входит в волонтерский штаб, кто является волонтерами, как много ребят сейчас? У нас ребят на данный момент больше 120 человек. В волонтерский штаб входят студенты, входят школьники, есть взрослые люди, работающие, очень плотно дружим с общественной палатой. То есть, они подключаются. То есть, в той же поликлинике они очень часто принимают на себя роль волонтеров. Точно так же жертвы своим личным временем. А у вас вообще команда дружная? Или приходится так иногда и прикрикнуть, и собирать всех? Ну, я думаю, что команда не то, что даже дружная, она уже просто срослась. То есть, большая, в принципе, семья, мне кажется. Поэтому в семье бывает, нужно и прикрикнуть, и где-то наоборот. Вот для того, чтобы добиться успеха в каком-то деле, да, должна быть определенная мотивация. Вот у волонтеров какая мотивация продолжать вот эту добровольческую деятельность? Вот, наверное, в данном случае конкретно у вас. Я не ищу мотивации. Вот как раз это, возвращаясь к тому, что я сказал до этого, это просто уже как бы образ жизни. И я думаю, что человек, который ищет какую-то мотивацию или выгоду, это скорее не про волонтера. Такие ребята рано или поздно уходят из данной деятельности. То есть, это вот идет и должно идти из сердца, из души. Поэтому я лично мотивацию не искал никогда. Поддерживайте коллегу. Конечно. Тоже мотивации не ищете, в общем-то, и так все хорошо. Реализовать себя в помощи людям. Вот она. Единственная мотивация. И в хорошем коллективе. Да, это точно. А это спасибо, Александр, вы имеете в виду. Я бы, наверное, добавил к словам Влада, что не ищут волонтеры мотивацию. Да, наверное, есть какая корысть в плане волонтерства. Это благодарность людей. То есть, за счет того, что мы видим горящие благодарные глаза, этим еще больше хочется заниматься. Это, наверное, лучшая мотивация. Это самая лучшая благодарность вообще, которая может быть. Медучреждения по-прежнему работают в условиях повышенной нагрузки. На помощь медикам пришли волонтеры. Что входит в их обязанности, узнала наша съемочная группа. Алло, здравствуйте. Это Инна Станиславовна. Меня слышите? Вас беспокоит сурковид, обеспечение лекарствами. Вы нуждаетесь в противовирусных лекарствах? Этот вопрос волонтеры колл-центра первой поликлиники задают несколько сот раз в день. Обзванивать пациентов, получивших положительный результат ПЦР-теста – их прямая обязанность. Они помогают медикам справиться с возросшей нагрузкой. Они занимаются обзвоном пациентов, которые осуществили вызов врача на дом для уточнения актуальности вызова, обеспечения лекарствами, подтвержденный ковид и маршрутизации направления по врачам. Алена Наганова – волонтер со стажем. В рядах добровольцев она уже больше двух лет. На предложение поработать в колл-центре поликлиники ответила, утвердительно, не раздумывая. Мне очень нравится работать за спасибо. Действительно, это очень важно в наше время. Мне нравится помогать. А вот отдыхать? Отдыхать – это отдых. Это не работа, это же помощь. Жители Одинцовского округа, студенты и даже школьники могут стать волонтерами. Перед каждым мероприятием проходят инструктаж, чтобы наверняка справиться с поставленной задачей. В день на каждого 150 человек позваниваем. Как справляетесь с такой нагрузкой? Работаем в две смены. Первая смена с 8 до 2, вторая с 2 до 8. Меняемся. Волонтеры помогают медикам с начала пандемии. Об усталости речь не идет. Они понимают, только совместными усилиями можно приблизить ее окончание. Александр, расскажите, пожалуйста, сколько сейчас волонтеров дежурят в колл-центре и чем приходится заниматься? В сюжете мы кратко упомянули. Давайте поподробнее на этом остановимся. В колл-центре работают ежедневно 12 человек, по 6 человек в смене. Рабочий день у них с 8 до 2, с 2 до 20 часов. Они занимаются обзвоном приходящих вызовов, точнее, необходимость доставки лекарственных средств, необходимость привлечения медицинского персонала для того, чтобы отправить врачей. Кто-то отказывается от вызова врача, понимая, что нагрузки на врачей очень большие. У человека, к примеру, пришел отрицательный ПЦР, он понимает, что это уже не ковид и может лечиться самостоятельно. Ну и, собственно говоря, поддержание какого-то, наверное, по звонкам эмоционального, поддержки эмоциональной для тех, кто болеет. Это может быть еще важнее, чем в лекарство. Да, потому что очень часто волонтеры должны выслушать человека, человеку достаточно выговориться, после чего он может сказать, да нет, я уже здоров. Но, тем не менее, волонтер пропускает все это через себя. Вот как сохранить психическое, скажем так, здоровье и нервную систему? Потому что люди все разные. Как вот стараетесь и помочь, и психологическую поддержку оказать, но в то же время не вывести себя из равновесия? Ну, ты сам должен быть равновешенным человеком, чтобы помочь кому-то. По-другому никак, да? Ну, и, наверное, не стоит быть сильно, пропускать это через себя, то есть, опять же, помочь человеку – это одно, но другое дело, если ты будешь близко к сердцу, очень близко к сердцу принимать каждую проблему, то тут можно, да, и с ума сойти. Поэтому с толком, с чувством, с расстановкой помог, положил трубку, выдохнул, ну и далее общаешься с другим человеком. Ну, то есть, сильно чувствительным быть не стоит. Ален, мы в сюжете говорили, 150-200 звонков в день принимает волонтер. Вот как с таким большим объемом работы справляетесь? Это же все время на телефоне, наверное, ядной свободной минутки нет за смену. Есть и свободные минутки, конечно, и на перерыв, и на общение с коллективом, с ребятами. Мы переговариваемся, у кого какие сегодня были ситуации, истории. Связываемся с главным по колл-центру, чтобы она помогла нам решить какую-то определенную проблему, которую нам озвучили по телефону. То есть, опять же, команда выручает. Александр, было время, когда волонтеры работали на пунктах вакцинации. Сейчас это продолжается? Сейчас пункты вакцинации сократились. У нас их сейчас, точнее, у нас он остался один. Это Вегас-Кунцево. Работа волонтеров там ведется. Он работает по выходным, поэтому немножко упростилась задача волонтеров. Если раньше мы работали 7 дней в неделю, то сейчас всего 2. Но волонтеры, конечно, там присутствуют. А все остальное время так к нему как раз уходят на колл-центру. Да, все верно. То есть, 7 дней в неделю все равно так и получается работать. Владислав, насколько я знаю, не только в поликлиниках работали волонтеры, не только медицинскую помощь оказывали. Чем еще занимались перед пандемией? Ну, я отвечаю за спортивное направление. Мы организовывали мероприятия, помогали в организации мероприятий Министерства спорта. Я возглавлял движение «Живу спортом». Также, разумеется, не забываем про местные мероприятия. Помогаем Одинцовскому парку, парку культуры, спорта и отдыха. Администрации в организации мероприятий. Также организовываем свои. И, помимо прочего, стоит не забывать о том, что у нас есть большое количество проектов. Это вот я уже неоднократно, мы с вами общались по этому поводу, снимали репортажи. Я уже более четырех лет с ребятами. Также я подтягиваю волонтеров на данную деятельность. Мы тренируем бесплатно детей. Также у нас есть проект, значит, туристические походы. Он относительно молодой, новый. Тоже мы бесплатно с ребятами ходим в походы. Вот сейчас очень ждем летнего периода, потому что в прошлом году этот проект начался. И очень, как бы, ребята горят, ждут. Тоже многие говорят, давай, вот, быстрее начнем ходить. Значит, также, помимо прочего, мы, как бы, не спортом единым, помогаем ребятам с идеей до написания проекта и подачи его на грант. Обучаем их, как можно из идеи создать свой собственный проект. Это тоже очень важно. То есть, помимо волонтерства, стоит не забывать о том, что мы должны также и работать с молодежью, учить их новому. Вот это, вот у нас был также проект «Будет». Да, это, значит, школа волонтера, будем обучать школа блогера. И, в общем, да на самом деле много чем занимались. Очень обширная деятельность у нас. Но пандемия нашу жизнь заметно изменила. Вот, по вашим наблюдениям, больше ли жители Одинцовского округа стали заниматься спортом? В этом плане что-то изменилось? Сейчас сложно сказать, проще будет сказать ближе к лету. Но, в принципе, от нас, из нашего движения никто не ушел. Ребята также занимаются, по-моему, прочего. Сейчас у нас тоже новый проект. Мы моржуем, на Лазутинке плаваем в озере, три километра до этого пробегаем. Ребята прибавляются. То есть, нет тех, кто ушел за это время. Поэтому, наоборот, многие понимают, что, скорее всего, здоровье важно укреплять, чтобы оно было быть сильным, важно как физически, так и духовно. Поэтому, нет, меньше ребят не становятся. И это очень радует. Прибавляются, да, очень сильно. Александр, а если, например, сейчас нас кто-нибудь посмотрит, захочет присоединиться к волонтерам. Во-первых, есть ли такая возможность? Да, конечно. И пройдет ли этот человек какое-то специальное обучение, инструктаж? Вот, да, Владислав сказал, что проект такой существует. Вот волонтер, который только-только пришел. Какая работа с ним осуществляется? Ну, для начала нужно понять специфику человека, куда он больше склонен. Да, то есть, это может быть обычный волонтер, волонтеры спорта, да. К чему человек хочет учиться, к чему он склонен. Есть волонтеры-поисковики, которые помогают поисково-спасательным отрядам. То есть, в зависимости от этого человек обучается, а дальше он может развиваться в любом из направлений и получать дополнительное какое-то образование. То есть, у нас помимо того, что мы просто обучаем добровольчеству, мы еще обучаем таким вещам, как разработка каких-то там онлайн-проектов. То есть, то, что Владислав сказал, что есть проекты грантовые, да, есть еще не грантовые проекты, которым волонтеры могут обучаться. То есть, плюс дополнительное образование. Возможностей у волонтеров Одинцовского округа много. Ну и вот, кроме того, о чем рассказал Владислав, о чем мы говорили ранее, вы непосредственный организатор делового завтрака для некоммерческих организаций Одинцовского округа. Вот как родилась эта идея, какова была ее цель, его цель, да, этого завтрака? Ну, не организатор, один из организаторов совместно с администрацией Одинцовского городского округа. Идея завтрака, на самом деле, была взята с партнеров из Москвы. То есть, они этот завтрак проводят достаточно давно, и он достаточно успешен. В чем идея завтрака? Это объединение некоммерческих организаций в какую-то единую большую структуру. Потому, что у нас есть большие НКО, есть маленькие НКО. И для того, чтобы маленькие НКО чувствовали нужность в себе, их нужно присоединять, либо призывать к тем, кто действительно уже поднялся, развился в этом направлении, да, имеет определенные навыки и своих партнеров. С такой одним опытом. Да. Ну, и некоторые НКО могут просто примкнуть к крупным. То есть, это тоже очень важная вещь. И без нее, я думаю, что будет сложно. Я так понимаю, что еще один завтрак планируется в относительно ближайшее время. Все зависит от ситуации с заболеваемостью. Да, да. То есть, мы должны были провести завтрак 18-го числа. Но из-за большого роста ковида пришлось его немножко сместить. Но я думаю, что в феврале месяце, либо в начале марта мы его обязательно проведем. Ну, он очень интересен, заинтересовал очень многих в Одинцово. И обстановка, конечно, такая непринужденная. Есть с кем обменяться мнением, получить какой-то опыт. Это, наверное, бесценно. Но, слава богу, заболеваемость идет таки на спад. И в ближайшее время у нас в планах спортивное мероприятие. Правильно понимаю? Да. Пользуясь случаем, хотелось бы проанонсировать мероприятие, которое пройдет 20 февраля в ледовом центре «Армада». В 19.00 мы всех ждем. А что же там будет? Там будет дискотека на льду. Все желающие могут присоединиться. А будут какие-то конкурсы? Будут ли какие-то сюрпризы? Будут конкурсы, будут призы, будет чай, будет музыка приятная. Все будет классно. Целых два часа на коньках, это же круто. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Уверена, что 20 февраля мы с вами еще встретимся, но мы уже на льду. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Приходите в «Армаду», катайтесь на коньках, получайте удовольствие. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...